Похмелье, мистическое пограничное состояние, взъерошенность души. Мы решили его изучить. Начали, конечно, с Венедикта Васильевича, Венечки, Ерофеева. Потому что «Москва. Петушки» – это главное русское произведение про взаимодействие алкоголя и человека. А отрывок, который прочитает автор, наверное, лучшая похмельная сцена в отечественной литературе. Я в чем не уверен. Ни в себе, ни в серьезности своего места под небом. Как хорошо бы. Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости. Всеобщие малодушия. Я вышел на воздух, когда уже расцвело. Все знают, все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него. Все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух. Ничего, ничего, сказал я сам себе, ничего. Вон аптека, видишь, а вон этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар, это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Венечка, иди налево. Я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо, иди направо. Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя. Да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце. О, иллюзорность бедствия. О, непоправимость. Чего в ней больше в этой ношу, которую еще никто не назвал по имени? Чего в ней больше, паралича или тошноты? Истощение нервов? Или смертные тоски где-то неподалеку от сердца? О, эфемерность. О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа. Время от рассвета до открытия магазинов. Да мы знаем, что тяжело в профиле ангела. А ты походи, походи, легче будет. А через полчаса магазин откроется. Водка там с девяти, правда, а красненького так сразу дадут. Красненького? Красненького нараспев повторили ангелы господни. Холодненького? Холодненького, конечно. О, как я стал взволнован. Да вы говорите, походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочет. И вы же сами знаете, каково в моем состоянии ходить. Помолчали, но это ангелы, а потом опять запели. А ты вот чего, ты зайди в ресторан вокзальный, может там чего и есть. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес. Да-да-да, я пойду, я сейчас пойду, узнаю, спасибо вам, ангелы. Они так тихо-тихо пропели, на здоровье, Веня. Будете что-нибудь заказывать? А у вас чего, только музыка? Почему только музыка? Бевстроганов есть, пирожные, вымя. Опять подступила тошната. А херес? А хересу нет. Интересно, вымя есть, а хересу нет? Очень интересно. Да, хересу нет, а вымя есть. И меня оставили. Я, чтоб не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой. Хорошая люстра, но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову, будет страшно больно. Да нет, наверное, даже и не больно. Пока она срывается и летит, ты сидишь, и ничего не подозревая, пьешь, например, херес. А как она до тебя долетела, тебя уже нет в живых. Тяжелая эта мысль. Ты сидишь, а на тебя сверху люстра. Очень тяжелая мысль. Да нет, почему же тяжелая? Если ты, положим, пьешь херес, не такая уж тяжелая эта мысль. Но уж если ты сидишь с перепоем и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе еще на голову люстра, вот это уже тяжело. Очень гнетущая эта мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Наверное, смысл похмелья в том, что оно учит гуманности. В ближайшие часы я не просто проживу под девизом «Помни о смерти». Я затылком приму все ее приветы из предстоящего. Но когда я встречу человека с похмелья, во мне проснется сострадание, потому что я в курсе, что он переживает. Речь о том, что кто-то сглупил, оступился, свалился в ад. Но я там уже был, в своем личном аду. Поэтому я не сумею жестить и злорадствовать. Чем наверняка бы занялся, не зная, что это такое, похмелье. Не уходи, не уходи. Восторг любви дождет. Свет, красивый, красивый, красивый. Не уходи. Насильник такой. Солен, солнце тебе не зажима. Солен, огонь, 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 огонь. У нас чиновник уничтожен, а у нас чиновник нет. Настолько и гитар.